Итак, друзья, всем привет! Сегодня вы смотрите продолжение моего предыдущего ролика, где я начал свое путешествие на север Ничанга. Сегодня я пересеку этот прекрасный мост и окажусь на северной части города. Обязательно смотрите этот ролик до конца, не приключайтесь. Если не смотрели предыдущий, обязательно посмотрите. Комментируйте, ставьте лайки, сами все знаете. А мы начинаем! Погнали! Итак, предыдущую часть ролика мы закончили за тем, что мужчина пытался кого-то поймать, но безуспешно. Я уже провел здесь минут 10-15, пока что результатов нет. Я думаю, что у него обязательно все получится, а мы продолжим свой путь. Итак, мы начинаем свой путь по мосту, который ведет на север Ничанга. Очень оживленное движение здесь. С той стороны река разделяется на две части. То есть вот эта часть за стройками – это остров. И с двух сторон его огибает река. Выглядит интересно, потрясающе. Там ведется какая-то стройка. Не знаю, возможно, будет еще один мост, соединяющий, да, вот, получается, северную часть города с островом. Стоит отметить, что вечером здесь мост подсвечивается очень красиво. То есть вот светодиодные ленты такие в больших количествах, и мост украшен вот такими вот флажками. Выглядит достаточно симпатично, красиво. Ну и прекрасные виды отсюда открываются. Просто потрясает. Иду по мосту и думал, неужели не встреча ни одного рыбака? И вот ты увидел, мужчина стоит с удочкой. Пожалуйста, закинул. Интересно, клюет или нет? В общем, постоял, подождал минут 10. Рыбалка пока безуспешна. Но я думаю, у него все получится. Идем дальше. А здесь еще вот концентрация рыбаков, точнее удочек. Рыбак-то один, а удочек у него четыре. Итак, друзья, я перешел мост. На этой стороне моста вот такое вот интересное здание на сваях. И вот здесь я увидел вот такую вот штуку. Что бы вы подумали? Нет, это не большой тазик для стирки белья. Это традиционная рыбацкая лодка вьетнамская. Вот таким вот образом она выглядит круглая. Полностью выглядит как тазик. Но вот именно такими лодками пользуются настоящие вьетнамские рыбаки. Идем дальше. Здесь начинается набережная. И что бы вы вот это подумали? Такое интересное. Это туалет. Интересная набережная. Ничем не уступает набережная, которая располагается в центре. Выглядит круто. Такой ландшафтный дизайн. Опять же, воркаут-площадки, горочки, детские площадки. А здесь мужчина-фотограф. Вот с таким вот оборудованием делается емку. Ух, круто. Набережная, видим, подуставшая уже. Видимо, старая очень. Бетон просто весь сгнил. Металл тоже внутри. Да уж. Но при этом оборудование, которое здесь установлено, выглядит достаточно свежо. Беседочки. Тут прям образуется такая тень от солнца. Я думаю, здесь круто отдохнуть и найти спасение от жаркого солнца в Ничанге. Проходим чуть-чуть дальше. И здесь потрясающе, смотрите, цветут деревья. В центре причем такого нету. Очень красиво. А здесь вот такой вот интересный арт-объект. Посоздана какая-то вот скала такая. Тоже это фонтан. Но, к сожалению, как мы знаем, фонтаны в Ничанге пока что не работают. Видимо, пока не сезон. Хотя фонтанов достаточно много. И здесь, посмотрите, тоже красиво цветут деревья. А здесь вот в перемешку беленький и вот фиолетовый. Очень красиво. Посмотрите, какие тут маленькие пальмы такие высажены. Интересно, они еще молодые? Или это такой сорт? Кто знает, пишите в комментариях. Будет интересно почитать. А здесь вот такой вот арт-объект, опять же. Шар. Клумба-шар. Я так понимаю, что это рука. Вот так держит шар. Земной шар. Надеюсь, я правильно понял задумку художника. И так, идем дальше. Здесь такая как будто бы заброшенная часть набережной. Здесь как будто бы располагаются и живут бездомные. Вот посмотрите, вот таким образом. Вот здесь женщина просто спит на земле. Куча голубей. Не знаю, с чем это связано. Но, в общем, такие моменты здесь тоже встречаются. При этом, вроде бы, все ухожено. Там вот клумбы, тоже какие-то беседки. Мужчина вот поливает цветы. Очень интересно. А здесь вот такие вот пейзажи, опять же, камни. Видно рыбацкие лодки, я так понимаю. Ну, здесь какая-то застойная вода, как будто бы. И запах, если честно, не очень. Немножко вот тиной. И как будто бы даже канализацией пахнет. Не знаю, с чем это связано. Ну, и дальше мы упираемся вот в такое вот кафешко, тоже заведение. Не знаю, работают они или нет. Итак, я иду дальше. В общем, там прошел линию с кафешками. Несколько кафешек в конце той набережной, части набережной. А здесь вот такой вот зеленый забор длинный. Что находится за ним, непонятно. Давайте подглянем. Здесь вот какое-то скопление автобусов. Здесь два автобуса. Там два автобуса. Мне интересно, привозят сюда туристов или что? Непонятно. В общем, или здесь какая-то автобаза. Вот еще автобусы. В общем, непонятно, но интересно. Итак, друзья, дошел до автобусов. А здесь вот такие пейзажи открылись. Здесь какая-то, видимо, раньше была постройка. Остались плитка, фундамент. Ну и открывается вот такая вот картина. Вот там интересный остров. А как туда попасть, пока что не понимаю. Да уж, ребят, я что-то куда-то забрал не туда. Здесь совсем некрасиво. Вот такие вот пейзажи. Растет камыш даже. И здесь, видимо, кто-то ночует. Не знаю, вот такой вот матрас. Сейчас пока что вот так нас встречает север. Но я думаю, здесь тоже есть красиво. Вот так нас пока встречает север. Здесь вот пока что все малоэтажная застройка. Иду вдоль дороги. Опять же, движение достаточно оживленное. Растут вот такие вот деревья. Мне часто приходится нагибаться, чтобы пройти, например, вот так. Посмотрим. Сейчас хочу дойти вот туда и попробовать узнать, можно ли пробраться вот на тот остров. Очень уж он симпатичный. Хочется там побывать. Посмотрите, как тут выглядит тротуар. Просто как будто тут какое-то землетрясение было. Ужас. Да уж, друзья, мы с вами набрели на какое-то интересное место. Приближаясь к этому острову, здесь вот открывается такая картина. И посмотрите, здесь сушится, видимо, водоросли. Какой-то промысел идет. Интересно, для чего это все. Возможно, запах здесь такой специфический. Выглядит, конечно, интересно, но... В общем, сушеная тина. И посмотрите, здесь вот огромное количество ее мешки. Люди вот упаковывают. Вот таким образом все выглядит. А здесь какой-то маленький рыночек, что ли. Все местные. Я не знаю, можно ли мне здесь находиться, тем более снимать. Интересно. Вот так все выглядит. Какой-то катамаран. Вау. И посмотрите, просто везде мусор. Грязь. А вот, собственно, рыбацкие лодки традиционные. Сети. В общем, я набрел на какую-то рыбацкую деревню. Вот таким образом выглядят эти лодочки изнутри. Здесь вот что-то написано. Возможно, можно даже покататься здесь. Ну, то есть заплатить человеку, и он вас возит на какой-нибудь остров или это. No, no, thank you. Да, вот он мне предлагает прокатиться, видимо. Но что-то у меня пока что желания нету. Как-нибудь сюда придем с Аленой и, возможно, отправимся в путешествие по морю. Попробую пройти дальше. Вот таким образом все выглядит. Снимаю в лайве. Оттуда тянется какой-то шланг. Обратите внимание. Интересно. Мусора просто огромное количество. Ну и рыбацкие лодки припаркованы. Да. Ну, видимо, это искусственная какая-то насыпь. Огромные валуны, камни. Даже вон покрышка есть. Идти очень неудобно. Запах специфический. Опа. Ребята, смотрите, что я нашел. Такая вот интересная ракушка. Трофей. Вернусь домой не с пустыми руками. Итак, я добрался до конца, в общем, вот этого полуострова, что ли, можно это назвать. Здесь вот этот шланг. Наверное, по нему тянутся коммуникации. Либо здесь организована понтонная какая-то переправа с помощью этого на тот остров. Меня манит этот остров, почему-то. Но там, я так понимаю, какой-то религиозный храм или что-то находится. Но меня смущает, я приближу на монтаже, вон тот символ, который сверху виден. Выглядит как будто стремновато. Я не знаю, что там находится и какую миссию выполняет. Итак, ребят, посмотрел. В общем, на карте отмечено, что на этом острове находится буддийский храм. Интересно, конечно, почему у них такая символика. Но, наверное, на это есть причины. В общем, возвращаюсь сейчас. Больше здесь ничего интересного нету, кроме горы мусора и вот такой вот свалки камней. Ну, зато мы побывали с вами на такой вот промысловой точке. Рыбацкая какая-то мини-деревенька. Тоже интересно. Итак, друзья, я продолжаю идти, но выбрал не самый легкий для себя путь. Вот так он выглядит. Пробираюсь потихоньку. Не знаю, найду там что-то интересное или нет. Но здесь не очень приятно находиться. Выглядит все очень не очень. Много мусора и много испражнений, что ли, как это назвать. В общем, запах здесь стоит очень неприятный. Итак, друзья, шел-шел-шел и набрел вот на такие волны просто берег усыпан камнями. Выглядит интересно. И у меня прям дежавю, опять же, повторюсь, с городом Актау, где мы прожили три месяца, прежде чем оказаться во Вьетнаме. Я знаю, многие начали меня смотреть совсем недавно, но рекомендую посмотреть выпуски из этого прекрасного города. Это город находится в республике Казахстан, на берегу Каспийского моря. Обязательно рекомендую выпуск про скальную тропу. Ссылочку где-то здесь сейчас оставлю. И также в описании под этим роликом. В общем, пока что ничего примечательного, но вот эти волны тоже они манят, привлекают свое внимание. Вот так вот я по ним передвигаюсь. Вроде бы и страшно, и опасно, но при этом прикольно и круто. Интересные эмоции. И всегда круто погулять не только на оборудованной, пригодной для прогулок набережной, но и вот по таким местам тоже. Они почему-то манят и всегда интересны. Вот. Но Ничанг вот он такой, разнообразный. Не все здесь прям прекрасно и красиво. Есть и вот такие места. Опять же, запах, я повторюсь, здесь достаточно специфический местами. Но все интересно. И вот эти пустыри, опять же, говорят о том, что, я думаю, здесь есть еще где масштабироваться, где строиться. И, соответственно, я думаю, со временем эти земли тоже приберут к рукам застройщики. Здесь будут отели, будет инфраструктура. Так, друзья, продолжаю свое путешествие по северу Ничанга. Вот такие пейзажи открываются. Вот этот пустырь с камнями. А здесь дальше, я так понимаю, инстаграмное место. Здесь вот ребята, молодежь, фоткаются. Интересно выглядит. Здесь такая вот отмель. И дальше потрясающие просто скалы, волны розового цвета такого. Очень красиво. Вот тут ребята фоткаются. Кстати, когда шел еще, да, хотел сказать, тут, наверное, можно поделать фоточки для инстаграма. И вот, собственно, тому подтверждение молодежь тусит. И обращают на себя внимание, что народ тут есть, но все азиатской внешности. То есть я единственный здесь европеец. Вот. Здесь вот опять же мусора много. Вот рыбацкие сети валяются. Ну вот народ гуляет даже с детьми. Не знаю, чем их привлекает это место, когда есть прекраснейшая набережная. Иду дальше. Спустился вниз. Сейчас попробуем подняться вот туда наверх. Как думаете, получится у меня это сделать? Там вон женщина карабкается. Девушка. Не знаю, возможно ли там вообще подняться наверх. Ну, вроде бы у нее получается. Будет стыдно, если у меня не получится, да? Ну, опять же, вот пройти можно вот только вот таким вот образом. Очень боюсь упасть или уронить камеру. Друзья, у меня получилась легкая дышка даже. Ну, в общем, я оказался на этих скалах. Вот такого они розового цвета. Выглядит круто. Огромные валуны. Просто потрясают. И я так понимаю, что я подошел к одной из главных достопримечательностей. Это сад камней называется. И вот таким вот образом выглядит. Там вот наверху находится кафе. В общем, очень красиво. Такие вот валуны. И правда, опять же повторюсь, что это очень похоже на то, что мы видели в городе Актау. Там есть потрясающее место. Скальная тропа. Очень красиво. Итак, друзья, идем дальше. Сейчас вот иду и поднимаюсь вот по такой лестнице. Выглядит очень аутентично. Стилизовано так все. Красиво. Прикольно. Там вот когда-то была лестница, которая сейчас ведет в никуда. Но, видимо, со временем ландшафт здесь меняется. Природа берет свое. Люди пытаются отвоевать ее обратно. А здесь вот парковка с байков. Вот так вот выглядит. А здесь вот такая вот смотровая площадка импровизированная. Есть лавочки. Но они как-то все перевернуты. Ух! Посмотрите, какой потрясающий вид здесь открывается. Да, здесь прикольно, красиво. Лавочки такие, смотровые площадки. В общем, растительность. Причем видно, что за ней ухаживают. Кто-то кепку забыл. Видно, что ухаживают. Птички поют. В общем, я это место рекомендую к посещению. Ну, наверное, сюда можно добраться более цивилизованным путем, чем это сделал я. Да, бамбук растет, смотрите. А вот, собственно, да, вот это сад камней. Смотрите, какой валун огромный там. Сейчас мы туда спустимся, дойдем. Ух, ребята, интересно все. А вот девочки фотографируются. Инстаграмные фоточки. Я думаю, очень красиво. Иду дальше. Здесь вот такая вот лесенка. Такое вот ощущение, как будто оказался где-то за городом. Абсолютно нет. Ощущение, что ты по-прежнему в черте города, в каких-то джунглях. Ощущаешь себя Индианом Джонсом. Ну, вот, конечно, механические звуки все портят. Здесь какой-то насос работает, я так понимаю. А здесь все красиво и красиво. Смотрите, какие арт-объекты. Такие вот рыбки. Там вот рак. Красиво. Посмотрите, какой закат. Вечернее солнце садится сейчас. Хоть здесь и не видно море, точнее солнце, заходящее за море, как это там на Бали есть, но все равно здесь. Вот сейчас ощущается закат. Наверное, впервые в Ничанге я его здесь ощущаю. Опа! Опять же, передвигаюсь по камням. И вот, наконец-то, они заканчиваются. Опа! Посмотрите, какая красота! Так, друзья, я все-таки решил зайти в это кафе, попробовать кофе, но у меня есть своя цель. У меня садится камера, но у меня есть с собой пауэрбанк. Сейчас выпьем кофеек, покажу, как это выглядит, и продолжим съемку. Вот так выглядит подъем. Там вот внизу остается сад камней, и здесь вот такая вот потрясающая кафешка с прекрасным видом. Фух! Очень много ступенек, поэтому у меня немножко отдышка открывается. Вот так выглядит кафе. Сейчас где-нибудь присядем с красивым видом и выпьем кофе. Ой, ребятушки, что-то очень жарко. Я думал, мне хватит здоровья, но, в общем, чего-то я немножко потерял все силы, пока скакал по этим камням. В общем, зашел в кафе. Выглядит вот таким вот образом. Достаточно симпатично. Все красиво, а теперь самое главное. Посмотрите, какой здесь открывается шикарный вид. Вот так все выглядит. У меня камера заряжается вот на проводе с пауэрбанком. Все отлично. Заказал себе вьетнамские латте. Это называется здесь меню. Выглядит вот таким вот образом. Сейчас буду пробовать. А еще здесь во вьетнамских кафе часто подают вот такой вот напиток. Его подают сразу же, когда вы только сели, еще ничего не заказав. Это освежающий такой напиток, похожий на чай. Не знаю, с чего его делают, но вкусно. И действительно освежает. И мне как раз самое то, что требовалось. Сейчас предлагаю попробовать кофе. Вьетнамский латте. Еще раз повторяю. Насколько я знаю, вьетнамский кофе это кофе со сгущенкой. И вот видите, на донышке здесь есть что-то похожее на сгущенку. Ни разу еще не пробовал. За все время пребывания мы здесь уже больше двух месяцев. Пробуем. Пробуем. Ну что, ребят, могу сказать. Вкусно. Причем, да, это холодный кофе и подается со льдом. Вкусно. Прикольно. Мне нравится, ребят. Так, друзья, вышел с кафешки, выпил кофе, выпил вот этот прохладительный напиток, чаек местный, и зарядил камеру, все отлично. В общем, я немножко перегрелся, весь угорел, еще скакал по камням, жарко, спалит солнце, и вроде бы этого не замечаешь, а вот когда уже настигло меня это все, я только сел и почувствовал это все. В общем, будьте аккуратны, сам вас предупреждаю, про солнце опасное здесь, и сам наступил на те же грабли. В общем, вышел с кафе, камера зарядилась, продолжаем свой путь. Здесь вот на выходе с кафе такой вот арт-объект интересный, прикольные дельфинчики в морских волнах купаются. Посмотрите, какой потрясающий вид, очень прекрасное кафе, мне понравилось. Кофе здесь стоит 35 тысяч донгов, и впервые попробовал вьетнамский кофе, мне очень даже понравилось, освежает, и плюс вот этот напиток, им можно запить этот кофе, потому что кофе достаточно крепкий, и сгущенка внизу, я ее чуть позже прочувствовал, больше, и, соответственно, ее немножко хочется пропить. Вот этот чаек, как никогда, кстати. Итак, продолжаем, в общем, спускаться к камням, сад камней, такая вот лесенка, все очень аутентично, прикольно, в таком стиле, в одном стиле все сделано, природный ландшафт, очень красиво. Разные арт-объекты, вот такие вот стоят здесь, рыбок мы уже с вами видели, а здесь вот такой вот краб. Мне кажется, здесь очень фотогеничное место, кстати, есть туалеты, пожалуйста, все цивилизованно, организовано, все для людей. Мне кажется, это очень фотогеничное место, я думаю, здесь потрясающие красоты фотографии получаются, много народу гуляет, и я здесь уже не единственный европеец, здесь много наших соотечественников, иностранных граждан, круто, прикольно, очень красиво, закат, конечно, опять же, повторюсь, здесь не как на Бали, когда солнце уходит за море, но все равно красиво, потрясающе, и опять же, вот эти скалы, молодежь гуляет, все очень даже прикольно. Продолжаю скакать по камням, все ради контента, очень красиво, огромные валуны, я не знаю, это природой все создано, либо здесь как искусственные, такая достопримечательность создана, вижу, вижу, кстати, световые приборы, видимо, здесь ночью, вечером работает подсветка, смотрите, как камень просто повис, очень потрясающе, и пугающе одновременно, здесь вот какая-то табличка, о чем-то нас предупреждают, видимо, аккуратно, будьте осторожны, не сломайте себе ноги, я больше боюсь не за себя, я думаю, что я это справлюсь, а вот боюсь уронить камеру. Друзья, снял камеру с монопода, здесь вот такое препятствие меня встретило, достаточно высокое, не знаю, камера передаст, но сейчас буду забираться, а вас поставлю куда-нибудь вот сюда, чтобы вы меня видели, чтобы вы меня лазить, если я упаду, вы тоже это видите, как бы это сделать, а-а-а, ух, ух, я это сделал, я добрался, фу, сижу на камне, вот такой потрясающий вид здесь открывается, очень красиво, а прикол, знаете, в чем, что я дальше здесь не пройду, смотрите, либо мне прыгать вон туда, а здесь расстояние, не знаю, камера передает вообще чувство опасности, ну, в общем, тут, наверное, метра полтора, я думаю, что я сейчас прыгну все-таки, если вы видите это видео, то я жив, ух, ребята, прыгнул, ну, на самом деле, тут каждому свое, кому-то покажется, что, что тут прыгать, но для меня вот немножко было страшновато прыгать оттуда, сверху, вот сюда, вниз, мама, если ты смотришь это видео, я знаю, ты смотришь, не переживай, я знаю, что я делаю, все хорошо, продолжаем, блин, блин, ребят, я самый сложный путь, наверное, выбрал, туда я забрел, да уж, не самый легкий путь я выбрал, в общем, продолжаю скакать по этим валунам, камням, смотрите, какие они огромные, просто потрясают, и вот этот огромный булыжник, ух, здесь вот камни почему-то черного цвета, вау, ребят, в общем, я преодолел всю эту дистанцию с этими скалами, и спустился вот прям к воде уже практически, красиво, конечно, плещется море, дует ветер, волны небольшие, но очень круто, но мне предстоит преодолеть еще вот это, и забраться наверх, но тут как будто уже легче выглядит, и для меня забираться вверх проще, чем прыгать вниз, опа, я почти это сделал, посмотрите, какой потрясающий вид, этот валун, здесь вот ребята тоже фоткаются, и вот и вот 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 и вот 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 здесь так красиво заводь такая и волны плещутся вау просто пушка обожаю такие места такие виды такие просто непередаваемое чувство обязательно побывайте здесь если будете в городе ничанг ребята я подошел к этому волну просто смотрите какой он огромный а я на его фоне маленький опа крысёныш таким огромным валуном маленький крысёныш рататуй в общем вот такой огромный валун просто грандиозная какая-то махина выглядит потрясающе вот он маленький крыс смотрите огромный причем там где не маленький он нифига как здесь можно пройти интересно сейчас посмотрим здесь вот лежат спасательные жилеты посмотрите как держится этот валун вот эти маленькие держат вот этот огромный не знаю надежная ли это конструкция и сколько лет она тут уже существует а здесь вот такие вот импровизированные ступеньки видимо искусственно сделаны да залиты бетоном цементом можно спуститься итак друзья выбрались в общем вот за моей спиной эти огромные валуны выглядит потрясающе конечно отсюда открывается прекраснейший вид на северный пляж вот это вся береговая линия собственно это северный пляж жилой комплекс океанус это комплекс домов их 4 штуки это такой брайтон бич по-вьетнамски здесь живет большое количество русских дальше у нас идет жилой комплекс с кения бэй ли сцене бэй кому как нравится дальше какие-то отели еще жилые комплексы и горная цепь на фоне посмотрите какой потрясающий вид очень красиво море сегодня более-менее спокойно и конечно находиться здесь просто потрясающе на этом я предлагаю закончить вторую часть ролика про север ничанга продолжение следует в следующей части я покажу обзор на жилые комплексы которые здесь есть покажу так называемый брайтон бич и ничанговский где живет огромное количество русскоязычных людей это первую очередь конечно жилые комплексы океанус и сцене бэй обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте спасибо что досмотрели этот ролик до конца подписывайтесь на мой телеграм-канал вступайте в наш чат по ничангу где каждый из нас сможет друг другу помочь ответить на какие-то насущные вопросы которые интересуют всех также напомню что вы можете поддержать меня финансово все ссылочки и реквизиты будут закрепленном сообщении под этим видео на этом все всем спасибо еще увидимся пока